Рыба под маринадом Здравствуйте, дорогие мои, сегодня я приготовлю рыбу под маринадом. Для приготовления данного блюда мне необходимы следующие продукты. Рыбное филе 500 г, в моем случае это треска, но вы можете использовать любую другую рыбу и можете брать не филе, а например рыбные стейки. 200 г лука, 200 г моркови и 300-350 г помидоров, помидоры можно заменить либо томатной пастой, либо помидорами в собственном соку. Также я добавляю в маринад сладкий перец 200 г, его нет в классическом рецепте, поэтому если вам не нравится такая идея, можете этот продукт не добавлять. Ну и естественно соль, перец по вкусу и немного сахара. Продолжение следует... Для начала я займусь рыбой. Рыба у меня очень свежая и для того, чтобы при жарке она у меня не развалилась, я беру чашку, где-то половину чайной ложки соли, наливаю сюда воду и размешиваю соль и заливаю таким рассолом рыбу и оставляю ее минут на 5-7. Теперь я займусь овощами, порежу лук полукольцами. Вот так переложу его в пиалу. Дальше порежу морковь. Перец помидоров я пока только удалю в сердцевину. Я не знаю, кто не любит возиться, может просто потереть ее на крупной терке. Но я для красоты блюдо порежу ее соломкой. Посмотрите, как красиво выглядит морковная соломка. Перец я тоже постараюсь порезать красивой соломкой. Ну вот так, по-моему получилось не так уж плохо. А из помидоров я пока только удалю в сердцевину. Пришла пора слить рыбу и можно немного сбрызнуть ее соком лимона. Разогреть на сковороде растительное масло. Насыпать муку и начать жарить рыбу. Прежде чем обваливать рыбу в муке, я ее немного подсушить бумажным полотенцем. Не стоит плотно укладывать рыбу на сковороду. Если у вас не помещается вся, то поджарьте ее в два приема. Жарить при открытой крышке на среднем огне. Как только рыба с одной стороны поджарила, сворачивать рыбу. И таким же образом обжарить рыбу с другой стороны. После того, как рыба обжарилась с другой стороны, я выключаю сковороду. Овощи я буду жарить на другой. В принципе можно использовать и эту. Тогда нужно аккуратно снять рыбу и убрать с помощью бумажных полотенец. Остатки пережаренного жира, муки и рыбы. На другой сковороде также разогреть масло. И обжарить сначала лук. Лук жарить полной минуты до полупрозрачности. Добавить морковь. И все это обжарить сначала на среднем огне с открытой крышкой. Теперь я уменьшу огонь. Возьму помидоры. Разрежу их пополам. И положу в овощи. Закрою крышкой. И подержу так пару минут. Для того, чтобы кожица помидора отстала и мне было легче ее снять. Через пару минут достаю помидоры. Добавить сладкий перец. Немного увеличить огонь до среднего. И обжарить перец вместе с овощами. Жарить пару минут. Затем уменьшить огонь до малого. Накрыть крышкой и оставить тушиться минут на 5. А в это время я пока почищу и порежу помидоры. Снимать кожицу. Сейчас она снимается гораздо легче. На некоторых даже не нужно использовать нож. Она просто слезает сама. Теперь я просто их порежу небольшими кубиками. Отправить помидоры со всем остальным овощам. И вот сейчас на этой стадии маринад нужно довести до того вкуса, который бы вы хотели получить. Овощи нужно подсолить и поперчить. Если вам не хватает кислоты, добавьте немного уксуса или лимонного сока. Чуть-чуть сахара. Буквально треть чайной ложки. И сюда же добавить специальную приправу для рыбы. Которая содержит кориандр, эстрагон и еще другие специи. Все перемешиваю. Огонь оставляю маленький, закрываю крышкой. Оставляю еще тушиться на 3-5 минут. Ну вот 3 минуты прошло. Можно выкладывать рыбу прямо сюда. Я просто поменяю сковороду на более маленькую по размеру. И поступлю таким образом. Часть маринада я выложу. Сделаю такую подушечку для рыбы. Теперь аккуратно сюда положу сами кусочки рыбы. Как вы видите, рыба не развалилась, а очень хорошо сохранил свою форму. И теперь я прикрою сверху рыбу остатками маринада. Огонь я не выключала. Так сковорода мне стоит на маленьком огне. И таким образом у меня получается рыба со всех сторон закрытой маринадом. Можно подлить на дно немножко воды. И теперь я оставляю рыбу тушиться 10 минут. 10 минут прошло. Проба под маринадом готова. Можно выключать газ. Осталось переложить ее, дать остыть и поставить в холодильник часов на 5-6. Считается, что это холодная закуска. Но я думаю, что такое блюдо очень вкусное, есть и горячее. Только нужно дать ему хотя бы час настояться. Спасибо, что вы были со мной. Смотрели видео. Если вам понравился видео рецепт, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Предлагайте свои рецепты. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok